Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим очень вкусный, ароматный, неаполитанский булочный пирог с клубникой. Для его приготовления нам понадобится 600-700 грамм муки, 250 миллилитров молока, 50 грамм сливочного масла, 3 яйца, соль, сахар, дрожжи, ванилин, семена кунжута, примерно 200 грамм свежей мелкой клубники и немного растительного масла. Приготовление пирога начнем с приготовления теста. В глубокую посуду выливаем 250 миллилитров теплого молока, температура молока 36-37 градусов, это температура тела. Добавляем пол чайной ложечки соли, 4 столовых ложки сахара, столовую ложку дрожжей. Все перемешиваем и подождем, пока растворятся соль, сахар и дрожжи. Когда растворятся соль, сахар и дрожжи, добавляем в тесто примерно 1 грамм ванилина, 3 яйца, 50 грамм растопленного сливочного масла, масло должно быть комнатной температуры, не горячее. Также добавляем 3 столовых ложки растительного масла. Все хорошенечко перемешиваем. Постепенно добавляем муку и замешиваем мягкое пластичное тесто. В зависимости от качества муки, нам может понадобиться от 600 до 700 грамм муки. Не перегружайте тесто мукой. Тесто должно получиться мягеньким, как мочка уха. Когда тесто соберется в один комок, муку больше добавлять не нужно, просто теперь тщательно вымешиваем тесто до однородного состояния. У меня сегодня ушло примерно 650 грамм муки. Осталось немножечко. Тесто нужно вымешивать очень тщательно, примерно минут 10, до тех пор, пока не начнет работать клейковина и тесто перестанет прилипать к рукам. Когда тесто станет гладким и однородным и перестанет прилипать к рукам, оно готово. Таз с тестом затягиваем пищевой пленкой и убираем его в теплое место, для того, чтобы тесто хорошо подошло. Время подъема теста зависит от активности дрожжей и от температуры, при которой тесто подходит. Когда тесто хорошо поднимется, можно приступать к разделке пирога. Рабочую поверхность и руки смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто. Хорошенечко его обминаем и делим тесто на 15-16 порционных кусочков. Из каждого кусочка теста делаем лепешечку чуть-чуть потолще в серединке и потолще по краям. В центр выкладываем 4-5 ягодок. Ягоду нужно помыть, обсушить и удалить у нее черешки. Насыпаем сахар, примерно чайную ложечку. И хорошенечко защипываем булочку в узелок. Готовые булочки укладываем в формочку, смазанную растительным маслом. Я буду выпекать пирог в металлической разъемной форме. Диаметр моей формы 26 см. Чтобы при выпечке сок не вытекал из булочек, их нужно очень тщательно защипывать. В булочки выкладываем формочку швом вниз. Пирог можно выпекать в форме, а можно выпекать его на противне. С разделкой управились. Теперь формочку нужно убрать в теплое место для того, чтобы пирог хорошенечко подошел. Когда пирог поднимется до середины формочки, тщательно смазываем его молоком. Посыпаем пирог сахаром и кунжутным семенем. Можно уже ставить разогреваться духовку до 180 градусов. Пока разогреется духовка, пирог наш хорошенечко поднимется. Духовка разогрелась. Повторю, что разогревали мы ее до 180 градусов. Пирог наш хорошо подошел. Отправляем его на выпечку. Примерное время приготовления пирога 20-25 минут. Точное время приготовления зависит от возможности вашей духовки. Теперь очень аккуратненько, чтобы не сбить расстойку, переставляем пирог в духовку. И готовим его до румяной золотистой курочки. Готовность пирога будем проверять на сухую лучинку. Прошло 25 минут. Именно столько выпекался пирог в моей духовке. Готовность пирога проверяем на сухую лучинку. Палочка сухая, значит пирог пропекся. Теперь ненадолго накрываем пирог салфеткой, для того, чтобы он подышал паром. Когда пирог приостынет, можно подавать его к столу. Я надеюсь, что вам понравится пирог, приготовленный по такому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного чаепития и пока-пока! Вот так пирог выглядит на разломе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok